всем привет меня зовут макс это канал биркейс и сегодня у нас обзор на наконец-то на квак очень многие знают пиво квак и очень многие любят допустим даже когда я покупал то пиво с большинством других других значит компаний сортов пивасов а вот подошла семья такие смотри у квак завезли и нагрузили тележку там папа мама я типа я который да там лет 15 16 наверное скорее всего 18 и загрузили тележку этого квака вот и я такой подумал что ну наверное пора уже сделать обзор на квак хотя я хотел сделать его попозже с этими легендарными стаканами которые с круглым дном да и расширяются к верху в деревянной подставке ну то есть мы все пили квак такой я кстати как попробовал чтобы не соврать ну лет 12 13 назад вот и в принципе мнение сложилось и мнение сложилось как бы довольно позитивная кваке но опять таки все наверно знают что разливное пиво в каком пабе или баре это совершенно другая история нежели бутылочная потому что бутылка по-другому живет банка тоже по-другому живет вот в розлив пиво всегда вкуснее это факт давайте значит приступим квак давайте зачитаем об этом маленькую историю пока вы смотрите как проходит бутылочка по кругу превосходный бельгийский крепкий или который производится пиварни бостелс 1980 года восстановившие старинный рецепт некогда очень популярным во фландрии пиво существует легенды что пиво названа в честь пивовара пауля квака который в конце 19 века был владельцем трактира дыхом и варил темное пиво в его трактире часто останавливались кучера которым в те времена не разрешалось покидать повозку поэтому кстати вот но эта история про бокал я когда увидел бокал меня большое впечатление произвело тебя почему мы раньше пьюли вот так первый раз я такой студент и заказываю квак мне мне посоветовали как возьми квак я беру квак мне приносит его вот вот с этой подставкой и вот здесь очень хорошо это рассказано соответственно и тогда это об этом почитал и так далее что кучера который там нам на лошадях ездили так далее чтобы они могли пить пиво даже при значит своей работе грубо говоря езде на лошадях пиво не не падала и не растрясалась типа сделано было была вот такая конструкция почему квака не было ранее на канале потому что новый же вначале сказал не помню или или несколько собирался сказать и не сказал хотел я себе бокал купить со всей этой мандулой вот но посмотрим сейчас если на меня произведет пурор значит я куплю такой бокал на самом деле жмите лайки будет миллион лайков куплю бокал ну да ха 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 очень смешно сам пожетил сам посмеялся если нету кто давайте пить вот наконец-то третьего раза лучше чем вообще никогда пахнет просто потрясающе это крепкое пиво крепко светлое янтарное пиво пусть он так стоит и мозолит глаза как жалко что все ролики которые выходят на канале это не рекламные ролики а то вы вообще и был бы миллионером значит пиво у нас что у нас тут к чему это 0 3 уже я прекрасно думаю поняли а в крепости она 84 процентов как бы я думаю все будет скрыто потому что запах я уже слышал очень хорошо кстати пиво пауэлл квак награждено двумя золотыми серебряной и бронзовой медалями а также статусом исключительное пиво полученными на различных международных конкурсов это правда очень вкусно сбалансировано алкоголь никакого нет есть терпкость вот солода хмель не очень вот чувствуется такой янтарный янтарный солод какой сладкий чуть ли не медовый в запахе и во вкусе примерно так же это вязкая такая жишка я бы сказал бы ну как конечно как квак потрясающая история вот это значит достойно оценки 4 это очень огромная оценка если вы смотрели предыдущие ролики вообще врубаетесь кто и как я ставлю оценки то это 4 балла из 5 по системе антапт потрясающие пивас всем советую а кваков же миллион уж понимаете их там разновидности просто нормальное количество и даже вот это 4 идеальный баланс идеальный вкус все супер петь правильное пиво а любое пиво правильно если это клак ну в данном случае пока и и и